Им страх неведом. Хабаровские джамперы устроили очередной слет с крыши 23-метрового здания. С экстремалами наблюдали наши корреспонденты. Алексей и Константин. Робджамперы со стажем. Повышают уровень адреналина в крови каждые выходные на протяжении трех лет. Сколько за плечами прыжков с различной высоты уже и не помнят. До того, как я пришел на прыжки, у меня была паническая боязнь высоты. Я даже на это здание не залез никогда. После прыжков я перестал бояться высоты. Проверить свои возможности приходят и новички. Перед тем, как совершить экстремальный дебют, им необходимо подписать соглашение с организаторами и прослушать инструктаж. У каждого начинающего своя мотивация. Кто-то таким образом пытается побороть страх высоты, а кто-то самоутверждается. Ну да, я достаточно эксцентричная личность. И люди, когда это увидят, мои друзья, знакомые, я думаю, это будет повод мне возгордиться собой еще больше, чем сейчас. Другая забава адреналинщиков – троллей. Спуск с многоэтажного дома по натянутому тросу тоже неслабо захватывает дух. Однако среди пришедших есть ребята, которые все же решили не рисковать. Эти люди, они, наверное, больные просто. Я не понимаю, чем они занимаются. Лучше бы читали книги и саморазвивались как-то. Возрастных ограничений для роупджампинга нет, но несовершеннолетние допускаются к прыжкам только с разрешения родителей. Среди представителей старшего поколения есть и те, кто дает добро своему чаду, но под собственным материнским контролем. Когда ОСА зарегистрировался на 50 метров, мама тоже попросила, чтобы я ее записал. Ну и вот тоже прыгнуло следов за мной. Ощущения были непередаваемые, говорит. По мнению организаторов, адреналиновая зависимость затягивает. Все больше прыжков, все выше, все дальше от земли. Хабаровские ропджамперы с энтузиазмом доказывают это. Дмитрий Павленко, Лариса Живновицкая, Александр Ташира. Для программы новости.